Хочу начать с текста Писания, который будет у вас в открыточках потом. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Кто-то готов одеть прямо сейчас корону? Одевайте. Вы, род избранный, царственное священство. Я вышла сюда, чтобы раздавать эти короны. Мы с вами не просто в сказке, мы не просто в каком-то торжественном здании. Мы на празднике царя, который приглашает вас в свою опочивальню, который говорит о том, кто вы, кем он вас определил, для чего он вас избрал, что он хочет через вас делать. Ему не хватает слов, чтобы выразить то, как сильно моя любовь к тебе, говорит он сейчас к вам. Я горд и безмерно счастлив быть по праву и называться и быть по праву твоим отцом. Твое сердце принадлежит мне. Я целиком и полностью принадлежу тебе. Я искупил тебя, отдав самое ценное, что у меня было, а также подарив всего себя, чтобы ты не просто обладал вечной жизнью, но купался в любви уже сейчас. В моей любви, в моей радости и восхищении. Ты правообладательница. Ты правообладательница. Ты имеешь право царского статуса. Я сам короновал тебя, и я же вдохновляю тебя короновать других. Тех, кто окажутся на твоем пути, не останутся прежними, потому что я сам через тебя буду вникать в их нужды сердца, исцеляя, освобождая, вдохновляя. Ты торжество моей жизни. Ты самое превосходное, что есть у меня. Ты кладезь моих сокровищ. Я хочу инвестировать в тебя. Я хочу вкладывать в тебя. Ты и есть самая большая моя сокровищница. Это мой выбор, который я сделал еще до того, как ты родилась на земле, как ты родился на земле. Это то хранилище, с которого пришло время снять все печати и открыть, чтобы весь мир увидел мою славу. Я благодарю тебя, Иисус, за то, что пришло время, чтобы ты снял печати с каждого своего хранилища. Чтобы вся та слава, которую ты туда сокрыл, была раскрыта и явлена миру. Иисус, я благодарю тебя за то, что ты сокрылся в этих людях. Что ты глубоко запечатался сам. И пришло время распечатывать. Пришло время снимать эти печати. Пришло время открывать эти колодцы, чтобы весь мир стал наполнен больше тебя, больше тобой. Чтобы где бы они ни прошли, оставался след от твоего шага, от твоего присутствия, от того места, где проходили они. Любая пустыня расцветает, потому что ты прошел по этой земле через них. Каждое болото превращается в цветущий сад, потому что ты через них прошел по этому месту. Иисус, я благодарю тебя за то, что всякие депрессии, они заканчиваются. Сожаления, разочарования, огорчения, переживания, страхи, они уходят. Потому что твоя слава поднимается внутри каждого из них. Твоя слава поднимается внутри каждого из них. Твоя слава поднимается внутри каждого из нас. Иисус, я благодарю тебя. Благодарю тебя за то, что ты здесь, чтобы приносить это благословение для нас. Аминь. Стойте, стойте, стойте. У меня так спонтанно сразу все в молитву перешло, но я забыла сказать основное. Я очень хочу, чтобы когда внутри вас вдруг, случайным образом, поднимается какое-либо осуждение в адрес кого-то, огорчение, вот хочется найти виноватого за какую-то ситуацию, вспомните, что нам Бог дал служение оправдания, служение примирения. И любая ваша попытка каким-то образом понять этого человека, благословить, оправдать, помиловать, это поправить корону у него на голове. Чтобы даже если он только что ошибся, он опять встал и вспомнил, кто он. Что он царское священство, что не только вы сюда вышли, но и вы вышли в статусе того, кто имеет право теперь короновать других. Это не какая-то часть, которую Бог выберет кого-то особенного, одного, и вот когда-нибудь в конце жизни, а то и может быть далеко после, когда уже совсем все соберутся на небе, он вручит. Нет, это уже здесь, это уже сейчас, он выбирает. И я хочу, чтобы каждый из вас был тем человеком, рядом с которым другие ощущают себя на миллион долларов. Вот как только вы оказались рядом, у других сразу ощущение, он почтил меня своим приходом. Этот человек почтил меня своим приходом, потому что внутри него живет Бог. И если до этого к вам так не относились, сами в это поверьте. Вы поверьте, что внутри вас Бог, и куда вы приходите, приходит Его почтение, приходит Его слава, приходит Его... Все небо приходит вместе с вами в то место. И у вас есть все необходимое для того, чтобы стать ответом до того места, куда вы пришли. Аминь. Будьте благословенны в новом году еще больше, чем предыдущих. Спасибо. 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 Спасибо.